Я Владимир Майков, по образованию биофизик и философ. Работаю как философ и как транспарциональный психолог последние 25 лет. Карельский Герман, психолог, кандидат философских наук. И где-то с начала 90-х годов я связал свою жизнь с трансперсональной интегральной психологией. Как я знаю, вы являетесь автором нового совершеннодыхания, трансперсонального дыхания. Что это такое? Расскажите, пожалуйста. В науке ученые много десятилетий бредят теорией великого объединения. То есть тем научным видением мира, который собрал бы разрозненные дисциплины, которые описывают космология, например, квантовая физика, теория полей, всевозможного рода теории элементарных частиц. Единой теории реальности не существует. Но ее получение позволило бы нам понять очень многое в том, как все устроено и достичь небывалых высот. В психологии эта тенденция объединять, интегрировать по-русски, можно так сказать, и находить единые сущностные вещи тоже существует. И многие новаторские, великие психологические подходы, они, я бы сказал, двигались этой мощной страстью к великому объединению. И основание для такого великого объединения в психологии есть, потому что есть уже центр объединения или центр интеграции, сам человек. Он един. Он един. И человек это пофиг, с каких сторон его там изучают. С психоаналитической, например, или с процессуальной, с трансперсональной, или с телесной. Он один, и поэтому все для человека. И поэтому вот мы, много лет промыкавшись с различными прекрасными методами и техниками, которые в трансперсональном поле работают с дыханием, и будучи экспертами в классических техниках, таких как холотропное дыхание, таких как ребёфинг, вайвейшн, буддистское наблюдение за дыханием, и также знающим, конечно же, о многих других, и отчасти пробовавших таких, как методы кундалини-йоги, суфистское дыхание, мы предприняли попытку объединить все существующие практики и методы дыхания для того, чтобы работать с дыханием, уже не будучи ограниченными никакими ситуациями, никакими обстоятельствами, никакими условиями. Потому что мы убеждены, и мы это знаем, и можем научно доказать, что дыхание является одним из самых эффективных модальностей работы с душой по нескольким абсолютно очевидным и простым фактам. Ну, первый факт – это связь дыхания и сознания. То, что я сейчас… Вы слышите, как мою речь, это есть мой модулированный выдох. Да, то есть физический процесс выдоха… И это на вдохе! Я могу членораздельно говорить и на вдохе. Он участвует в процессе коммуникации, общения, связи. Поэтому в каком-то смысле я выдыхаю себя, и это стало речью. Выдыхая себя, я выдыхаю смыслы в мир. Вдыхая в себя, что происходит? Вдох – вновение. Да, я обновляюсь, я вдохновляюсь. Я распределяю и наполняюсь новыми смыслами. Поэтому то внутреннее в нас, что называется душа, оно изначально формируется в процессе дыхания. Но только понимаем его не сугубо физиологически, а понимаем его более широко, метафизически. Так как дыхание понимали древние традиции, которые внимательно относились к дыханию. Такие, как цигун в Китае, такие, как практики тибетской йоги, янтра-йоги, которые тоже напрямую работали с дыханием. И учитывали вот эти мощнейшие сплетения души, дыхания, психики, духа и жизни. Ну, недаром же говорят по-русски, например, вдох, выдох, сдох. И вот в этой триаде уже все понятно о том, что, или говорят человеку, он бездыханный, например. Это означает, жизнь в нем прекратилась. Поэтому дыхание – синоним жизни. И вот в индоевропейских языках для дыхания существует корень, который примерно произносится как «дехео». От этого корня произошло греческое «теос», латинское «деос», означающие «бог». Ну и все славянские слова, которые связаны с дыханием, душою, духом и так далее. Поэтому суммируя дыхание напрямую участвует в производстве и формировании души. И именно в процессе ежеминутных вдохов формируется наша душа. И на выдохе мы коммуницируем своей душой с другими душами. Недаром говорят «дышать, дыша в душу». Поэтому все основные проблемы, которые описываются психосоматической медициной, они возникают первоначально как внутреннее напряжение, эмоциональное мрачение согласно разным духовным традициям. И затем переходят на... и проявляются как телесные недуги, переходят на тело. Что является главным механизмом соматизации внутренних напряжений? Дыхание. Потому что любые мои внутренние напряжения психические дублируются в напряжениях дыхания и дыхательного аппарата. Главным инструментом дыхательного аппарата является диафрагма. Самая сильная мышца нашего организма, которая в этом случае, как линза, фокусирует напряжение на теле и на органы, поражая их. Хроническое проживание в тех или иных негативных эмоциональных состояниях неизбежно приводит к соматизации. Поэтому дыхание является первичным механизмом соматизации внутренних механизмов и номер один механизм для обратного пути к выздоровлению. Самым коротким путем. Поэтому работа с дыханием является видом того, что я называю изначальной или первичной психотерапией. С древнейших времен практика работы с дыханием используется именно в этой цели. И поэтому наше движение начиналось с двух сторон. То есть, с одной стороны, вернуться к самым истокам, то, что мы забыли в этой узкой специализации, вообще по всем целительным, уравновешивающим, гармонизирующим практикам. Вернуться к дыханию, где все уже собрано в единое. И второе, преодолеть вот эту разобщенность, изолированность различных практик дыхания, которые в силу причин рынка, в силу разных причин других отделились и стали каждый, как кулик на своем болоте, провозглашать свою исключительность и свое превосходство и первичность. В ущерб человеку, который уже не может работать с дыханием в любой ситуации. А задача, которую поставили мы, найти возможность работать с дыханием в любой ситуации. Найти эти объединяющие принципы. Но об этом я потом, может быть, скажу после Германа. Если говорить о трансперсональном дыхании или другое название, пневмосинтез, то сразу хочется сказать более-менее емко и коротко, что под трансперсональным дыханием или пневмосинтезом подразумевается как раз объединение всего того лучшего, что существует в различных дыхательных технологиях. С одной стороны, мы объединяем дыхательные технологии и человек, который учится методу пневмосинтеза, он осваивает все, что сейчас является фактически основными дыхательными техниками. Будь то холотропное дыхание, ребюфинг, вайвейшн, техники свободного дыхания, контекстуальные дыхательные и телесно-дыхательные практики. Также человек, который изучает пневмосинтез, он так или иначе должен ознакомиться с основными архаичными технологиями. Будь то пранаяма, будь то суфийские дыхания, будь то какие-либо еще техники, которые использовались с незапамятных времен в различных духовных традициях. Потому что, когда мы говорим о современных дыхательных технологиях, так или иначе, есть смысл посмотреть и на то, что было в стародавние времена. Какие техники доступа к сакральным измерениям бытия существовали в тех или иных духовных традициях. Будь то шаманизм, будь то егические практики, будь то практики воинских искусств. А никакое воинское искусство не может существовать без упражнений, связанных с дыханием, с работой с внутренними различными энергиями, с наработкой некого навыка управления состояниями. И через телесную работу, и через работу с дыханием. Вообще, работа с дыханием это и есть часть телесной работы. И как раз мы не замыкаемся в рамках какой-то одной методики. Мы исследуем все, что было наработано человечеством за многие столетия, а тут тысячелетия. Мы исследуем, изучаем то, что наработано совсем недавно, в 20-21 веке. И мы развиваем то, что есть. То есть методика пневмосинтеза, она не связана торговыми марками. Любая торговая марка, с одной стороны, она имеет некий плюс. То есть торговая марка на психотехнику позволяет держать частоту линии, частоту метода. В этом большой плюс. С другой стороны, это стагнирует метод. Метод может не развиваться внутри определенных рамок. И здесь мы получаем возможность развивать те методы, которые уже существуют. И естественно, что любое развитие любого метода — это некое проникновение в зону конфликтов. Почему зону конфликтов? Потому что возникает нечто новое. Мы исследуем некие новые грани метода, новые грани способа самоисследования и трансформации. И так или иначе, мы можем оказываться в ситуации полемики с коллегами. То, что здесь, где мы открываем что-то новое, сразу мы сталкиваемся с множеством спорных моментов. Но любой спор, любой конфликт, как говорил автор процессуального подхода Арнольд Менделл, — это бессознательное стремление к интеграции. То есть к объединению конфликтующих сторон, когда конфликтующие стороны объединяются, когда решается задача конфликта и высвобождается некий потенциал. То есть та энергия, которая раньше была затрачена на какой-либо конфликт, высвобождается и превращается в некое ресурсное состояние. Так что любая зона роста, она же зона конфликта, — это не что иное, как пространство новых возможностей, новых ресурсов. Поэтому мы не конфликтуем, хотя порой наш анализ и наша позиция заявляется достаточно четко. И поэтому может восприниматься как такое резкое, резкие формулировки. Мы стараемся найти именно формулу, как я говорил, великого объединения дыхания. И основания для этого есть. Во-первых, нужно избавиться от идеи исключительности или превосходства какой-то дыхательной практики над всеми остальными. Будь то, например, ребёфинг юбер-аллес, да, или там наблюдение за дыханием в стиле випассаны, как основа основ, мимо которой вообще, с которыми все. Или дыхание огня в кундалини-юге, как высший вид интенсивного экстатического дыхания, который является панацеей, решает любые проблемы. Ну или верх трансперсональных практик, связанных с дыханием на протяжении последних трёх десятилетий, как такие, как холотропное дыхание. Сколько мифов подобного рода порождено вокруг различных методов дыхания. И результат. Взаимная критика, непонимание, перевод общего пространства работы с дыханием в неконструктивное, взаимоподдерживающее, развивающее поле, а в поле конфронтации, конфликтов, занижения, опускания и прочих вещей. То есть, коль скоро ты взялся, стоишь на том, что твой метод самый крутой, то это уже основа для всех остальных проблем, которые возникают. Поэтому мы прежде всего исходим из того, что каждый метод, коль скоро с ним связана сложившаяся практика, сложившаяся традиция, по-своему совершенен и идеален для определенной ситуации, для определенных обстоятельств. И то, что можно сделать вайвейшн, никогда не сделаешь голотропным дыханием, потому что для дыхания вайвейшн тебе достаточно пятиминутка, спокойная, например, где-то, и ты уже можешь очень многое сделать, равновеситься, лишить локальные проблемы. Но для голотропного дыхания нужно минимум три часа времени и специфического пространства. Поэтому далеко не у тебя, не у каждого есть такого рода ресурсы. И обстоятельства складываются, но помощь нужна людям часто в тех ситуациях, когда, ну, хорошо работающие для этого метода просто-напросто не подходят. То есть, фактически это, возможно, очень индивидуальный подход. Сейчас я объясню, потому что неверно было бы считать, что вот мы выработали, исследовали различные методы дыхания, определили их специфику, определили наилучшую зону работы и сказали, вот это и есть пневмосинтез, или это и есть трансперсональная практика дыхания. Это не так, потому что пневмосинтез это направление, пневмосинтез, как это в самой этимологии говорится, пневмо, это греческое слово для дыхания и духа, и синтез это то, что объединяет. Это пространство объединения, это объединяющие силы, это все, что интегрирует, и это вот такое целостное собрание всего непротиворечивое. Поэтому нам важно было прежде всего найти общий принцип интеграции всех подходов. Это не очень просто казалось и потребовалось, в общем-то, и достаточно хорошее и глубокое знакомство со многими другими ведущими трансперсональными практиками. Но результатом явилось то, что теоретическое здание пневмосинтеза основано на лучших достижениях холотропного подхода, там очень много ценного и гениального, на лучших достижениях процессуального подхода, который почти не присутствует в оригинальном холотропном подходе Грофа. Там просто многие сертифицированные ведущие, за исключением российские, конечно, просто порой даже не слышали об этой великой школе процессуальной работы, о гибком и универсальном инструменте. Мы знаем, что Гроф и Кен Вилбер какое-то время были даже в таком достаточно серьезной дискуссии и непонимании отчасти. Сейчас ситуация намного более бесконфликтна и взаимоприемлема, но тем не менее, вот в классическом холотропном подходе существует определенная, я бы сказал, даже отстраненность от классического интегрального подхода Кена Вилбера. И в то же время, как люди, хорошо знакомые с оригинальным интегральным подходом, ну я, например, издавал первые книги Кена Вилбера в России, первые пять книг, и лично с ним встречался, брал интервью, учился у него интегральным практикам жизни. И всячески поддерживаю развитие интегрального подхода в России и СНГ. И я считаю, что это один из блестящих современных вариантов интегрального движения. Поэтому привнесение всей мощи наработок интегрального подхода в пространство пневмоносинтеза жизненно необходимо. Как в контексте вот всего этого богатства, а если к этому присовокупить еще фантастическую школу работы с состояниями сознания Чарльза Тарта, фантастическую практику раскрытия работы с резервными возможностями человека Майкла Мёрфи, Института СЛН, то есть другие великие трансперциональные подходы, ну и ряд, может быть, менее известных в России школ, но которые нам тоже известны, то окажется, что вот эта вот почва исходная для нового всеобъемлющего синтеза, новый горизонт работы с дыханием уже создана, уже существует, уже вспахана, и дело состояло только в том, чтобы отважиться посадить туда семена нового метода. И мы, как люди, которые заканчивали процессуальные программы, ну и я лично тоже вот все время познакомился в 90-м году с армиями Минделл и привез их в Советский Союз, издал все книжки Минделла, Как люди хорошо знакомы с процессуальным подходом, мы прекрасно знали, что, скажем, процессуальный подход или процессуальная работа, несмотря на то, что этот метод можно использовать в работе с отдельным индивидом, с семьей, с коллективом, с группой, с нацией, со сновидениями, с конфликтными ситуациями, в бизнес-коучинге, Тем не менее, несмотря на колоссальное, практически безграничное поле, сохраняет одну и ту же структуру, процессуальная работа. Существуют единые принципы, и это вселяло в нас надежду на то, что подобного же рода принципы могут быть найдены при работе с дыханием. И первый принцип интеграции – это сам человек, это универсальный, потому что каждый из нас является центром интеграции, и нам, по сути, безразлично, по большому счету, каким методом, каким способом мы достигаем лучшего качества жизни, решения проблемы, облегчения, гармонизации. То есть, то, для чего, собственно говоря, вот такую работу мы выключаемся. Нам важен результат, качество результата, его эффективность, скорость в этом смысле. Это нас волнует. Поэтому в центре не методы существуют, не человек как инструмент для того, чтобы разные методы принимались, а методы для человека. Поэтому первый вектор – все различные существующие, сложившиеся оригинальные практики дыхания существуют для человека. Человек в центре интеграции. Человек может их использовать в разных ситуациях. Каков общий принцип работы с дыханием, принцип объединения? Очень простой, потому что дыхание, само дыхание, само по себе уже объединено, уже интегрально, потому что в дыхании есть сома, тело, двигаются дыхательные мышцы, диафрагма, и есть процесс соматизации. Дыхание – это энергия, жизнь энергии. Мы знаем, что дыхание напрямую связано с циклом Крепса, и чем интенсивнее мы дышим, тем интенсивнее заряжаются митохондрии, эндергетические станции, клетки. И это главное в дыхательном гомеостазе, в дыхательном процессе. И для организма безразлично, каким способом мы, или каким конкретным видом дыхания мы усилили энергизацию. Важен результат энергизации. И энергию, полученную в результате активации дыхательных практик, мы можем тоже использовать многообразными способами и методами. И, собственно говоря, различные дыхательные практики, они отличаются пятью-шестью базовыми параметрами, связанными с дыханием и связанными с вниманием и смыслами. И это позволило нам построить, ну вот как в свое время Менделеев построил периодическую систему физических элементов. И это просто дало совершенно новый инструмент для понимания реальности, для предсказания свойств элементов. И внесло совершенно новый уровень в физику и химию. Точно так же мы смогли построить периодическую систему элементов дыхания. И показать, как там, как в таблице Менделеева, один элемент переходит в другой результате некоторых реакций. И так мы, как возможен переход от одного практики или от одного метода дыхания к другому, при изменении ключевых параметров одного из пяти-шести. То есть присутствует какая-то очень четкая структура. Конечно, конечно. Последовательность реагентности индивидуа. Конечно. На какие-то определенные методы. И это позволило нам, вот основываясь уже, ну в отличие, скажем, от Вайвешна или в отличие от голотропного дыхания, которое основано на нескольких других принципах, основываясь на интегральном принципе, который, в свою очередь, у Кена Вилбра основан на серединном пути в буддизме, на Тетралемме, на Гарджуне. То есть, когда мы находимся в центре и избегаем дыхания, понять, что главным в пневмосинтезе является серединный путь дыхания. Дыхание как серединная практика. То есть, и это мы и называем пневмосинтезом. Нахождение в средоточении, откуда возникают любые виды и техники дыхания. Поэтому, даже если на семинарах Германа люди занимаются тем, что называется в обычной терминологии вайвейшн, они занимаются пневмосинтезом в стиле вайвейшн. Или, если мы дышим интенсивно и разбиваем группу на пары ситров и голонавтах, внешне может показаться, что это холотропное дыхание. Но и теоретический базис, и предметное поле, которое включает, помимо холотропной парадигмы Грофа, еще четыре ключевых трансперсональных парадигмы и гигантскую область духовных практик. У нас общая база с Германом и здесь существует. И это тоже очень важно, особенно в плане предельном, в плане видения, в плане свободы от ограничений, в плане следования серединному пути. Потому что мы не хотим наступать на те же грабли, мы не хотим порождать новый исключительный метод, который превыше всех. Мы говорим, это пневмосинтез. И каждый волен входить в это пространство, вот общие принципы. Можно практиковать, можно стать мастером, можно приобрести новую совершенно способность работать с дыханием в любых ситуациях. Можно на более глубоком уровне понять, почувствовать, пережить, обучать, передавать, поддерживать других. Вот эту удивительную взаимосвязь между жизнью, энергией, дыханием, смыслами, сознанием. И стать мастером смысла в сознании, выражении танца, творчества. И все это используя самый мощный, самый эффективный механизм, который встроен в нас, дарован нам. Механизм, который называется дыхание. Вот в нескольких словах, если суммировать, на чем основана новизна теоретического видения и концепции. И есть еще, конечно же, бездна архиважных, тончайших моментов в плане тонкой дифференциации пневмосинтеза от других ключевых дыхательных практик. В плане особенностей работы на сессиях пневмосинтеза. Например, если мы пневмосинтез в формате галатрубного дыхания. В чем фундаментальная отличие? Несмотря на гениальность галатрубного дыхания, есть несколько важнейших моментов, где мы можем освободиться от существующих, монтированных ограничений и идти дальше, более свободно и получать новые результаты. Например, можешь сказать хоть пример какой-то? Потому что явно наши читатели и дышали галатрубным дыханием, и читали, и знают что-то. Пожалуйста, пожалуйста, пример. В самом определении галатрубного дыхания уже существует указание на ключевой используемый метод, на ключевую философскую парадигму и на ключевые предположения. Это слово «галатрубный». Недаром Гроф это используется и для галатрубного дыхания, и для обозначения вообще всего своего вклада в транспарциональную психологию. Галатрубная парадигма. Это вот, что называется, сумма всего того, что сделали Грофы. Потому что галатрубное дыхание – это их совместное детище, и многие элементы с психодуховным кризисом, например, работает тоже совместный вклад Станислава и Кристины Гроф. И, конечно же, ну, кто бы с этим спорил, что модель движения от части к целому является мощнейшей моделью. Холос – это целая тропейн двигаться по направлению. То есть мы с помощью дыхания движемся к целому. Как мы движемся? Мы вдыхаем в себя весь мир и выдыхаем напряжение в основном. Выдыхаем коммуникации, то есть восстанавливаем связи и становимся более целым. Если вот на внутреннем, то есть как бы вот на уровне Hardware и на уровне, ну, как говорят программисты, кода, прошивки, как работает галатрубное дыхание. Примерно так. Нас интересует, как вообще любые практики работают на уровне прошивки. И как эту прошивку мы можем изменить, создав новые возможности. Так вот, как известно, в духовных традициях, в мировых, модель движения от части к целому, так модель эволюции, я уточню, что это за модель. Модель эволюции, живых существ, сознания в частности. Мы от более частичного граничного к более всевключающему целому движемся. Является одной из десяти базовых моделей. Одной из десяти. И кроме этой модели существует модель, которая называется по-гречески метаморфозис. По-латынски называется трансформация, трансфигурация, смена формы. Искусство протея, древнегреческого бога. По славянских языках это преображение, храм преображения Господня. Если брать конкретные практики, то это практика тантры. Это преображение нечистого видения в чистое видение. Преображение его законы. Высочайшая культура. Наборы практик тончайших, связанных с этим видением ситуации. Здесь ни слова не говорится о движении от части к целому. Ни слова. Это не интересует. Другая принципиальная модель. Мы уже чисты, мы уже совершены. Но видение нечистое, его нужно изменить. В Европе аналогичная модель алхимии. Это тоже с помощью философского камня преображение нечистых металлов, элементов в чистое и совершенное. И, как мы знаем, для Юнга последние 30 лет его жизни алхимия была краеугольной моделью для процесса психотерапии, для процесса того, который превышает психотерапию, процесса индивидуации, то есть достижения совершенства души. И третья фундаментальная модель, которая, ну, что называется, вот можно снять со слова. Просветление. Где здесь о части и целом? Где здесь о преображении? Нет, говорится о свете, фаворском свете. О светильнике уверенности в текстах буддийских, там, духовных традиций. Свечка, внесенная в темную комнату, озаряет все светом. Пусть она слабая, но мы уже не натыкаемся на препятствия и можем ориентироваться. Это светильник знаний, светильник учения. То есть это совершенно другая антология. А есть еще другие антологии. Антология пробуждения. Пожалуйста, сон Брама, мир как сон Матрица. Поэтому вот в традиции дзокчен, например, существует 21 тантра дзокчен с МД, где описывается и практикуется 21 фундаментальный метод достижения просветления. Ни один из них не сводится к другому. Они все фундаментальны и различны. То есть если мы расширяем контекст от более такого общечеловеческого до элитарного, духовного, то там мы можем найти еще больше фундаментальных и не сводимых друг к другу моделей. Поэтому возникает естественный вопрос. А какие причины ограничивать себя, свое восприятие, методы работы только одной моделью, когда мы работаем с дыханием, холотропной моделью? Это значит создавать препятствия. Это значит не использовать возможности. Поэтому мы снимаем это ограничение в пневмосинтезе. Это всего лишь один пример. И есть ряд других фундаментальных примеров, ну вот, например, связанных с идеей внутреннего целителя. И моим ответом на концепцию, такой монологичную концепцию внутреннего целителя, как чего-то такого, что внутри нас совершает исцеление, моим ответом является представление, которое я 25 лет уже развиваю, об изначальной психотерапии или древних практиках заботы о душе. Сама по себе идея того, что в нас больше нас, и опираясь на что, мы можем преодолевать свои ограничения и свои хлипкие возможности, это великая и универсальная идея. Она абсолютно верна. И поэтому направление, на которое указывает концепция представления о внутреннем целителе в холотропном подходе, абсолютно верное. Сто процентов. В любой религии мы можем найти советы и упование на высшее, на волю Бога. Молитва оптинских старцев начинается с того, что мы уповаем на волю Божию и благодарим за всю помощь, которой Господь посылает нам в все сложные моменты. Даосы следовали Дао, высшему. Фрейд следовал сновидению. Из этого родилась проектка первой европейской глубины психологии-психоанализ. Юнг следовал дальше. Он следовал бессознательному. И бессознательное не подвело, и возникла аналитическая психология. Гроф следует целому, холотропному, как когда-то следовали в Милецкой школе первые европейские философы в учении о едином Парменида, например. Но этому следованию не хватает, во-первых, философской глубины, потому что для того, чтобы, скажем, холотропная парадема Грофа была исчерпывающей великой философской концепцией, она должна вобрать в себя все исторические, прежние, предшествующие, великие попытки также работы с единым. Это Милецкая школа, как я уже сказал. Это Плотин и Платон. Это традиция Адвайта-Веданта и Новая Веданта. Это недвойственные практики Тибета, такие, как дзокчен, ибонской традиции, и дзокчен-традиции Гараба-Дорже. Это интегральная Веданта Шриора Бинда. Это великая философия всеединства российской традиции, философия Владимира Соловьева, его учеников, Бердяев, и так далее, Флоренский, полифонической теории личности Корсавина. Это эссалэнский подход интегральных практик. Это Кен Вилбер, наконец-то. Где все это в голотропной парадигме Грофа? Этого нету. Нету, кроме того, развернутой теории состояния сознания. Потому что Гроф, ну, как издатель его книги хорошо знает, он вводит представление о хилотропной сознании и голотропном сознании. Но это на уровне аксиома. То есть это определяется. Но философской теории состояния сознания, из которой выходили бы фундаментальные состояния, гилотропные и голотропные, у Грофа нет. И поэтому, ну, предпосылки для создания такой теории есть. У Чарльза Тарта, Мартин Дейла и многих других авторов. Сейчас я просто не могу вдаваться в подробности, но своим студентам в Институте психоанализа я давал подробный проект для желающих. Это большая работа, кстати. Может быть, поэтому она не сделана. Как можно создать такую теорию? Исчерпывающую. Я это знаю. Поэтому, если вернуться к идее внутреннего целителя, эта идея абсолютно верна, но ограничена. Потому что в наше время говорить о том, что нужно верить внутреннего целителя или довериться ему, это то же самое, что советы пастора или религиозного деятеля, или советы наподобие, что умом Россию не понять. В Россию можно только верить. Только верить. Это значит отрицать достижения науки, достижения культуры, достижения технологии. Мои исходные позиции стояли в том, что люди не могут ошибаться. И до современной психотерапии, то есть до Фрейда и Бройера, которые немного более ста лет назад, каким-то образом, тысячелетия, люди решали свои проблемы. Избавлялись от напряжений. В сложных ситуациях находили выход. Исцелялись. И вот эти первозданные, изначальные, древние практики, заботы о душе, которые использовало человечество на протяжении тысячелетий, я тщательно изучал на протяжении примерно 25 лет. Потому что первая моя статья из серии «Изначальная психотерапия», «Психотерапевтическая машина времени» была опубликована в 1994 году. Но до этого я обнаружил, что существует вот таких 10 фундаментальных практик, заботы о душе, отобранных мировыми культурами, передающихся уже, транслирующихся из поколения в поколение. И именно они составляют основу того, что называется психотерапией, терапией души. И именно они и составляют ядро того, что мы могли бы назвать внутренним целителем и его работой. Вот разница между подходом пневмосинтеза в этой области, например, и голотропным подходом. Голотропный подход останавливается на уровне веры. Мы идем дальше, мы знаем. Мы, понимая, что никакая теория не ограничивает возможность бесконечного и всесильного проявления внутренних целительных механизмов, которые Гроф называет внутренним целителем, тем не менее говорим, что мы можем дать некоторые промежуточные модели. И основанием для таких моделей является исследование мирового опыта, исцеление души и заботы о душе. Основанием это работало. И вот это примерно так описывается. И дальше мы можем, зная это, упражняться в различных методах изначальной психотерапии, совершенствоваться и применять работы со своими клиентами. На более эффективном первозданном и глубинном уровне. И поэтому, если раньше, не практикуя изначальной психотерапии, мы просто вынуждены были верить внутреннего целителя, то когда мы знаем 10 изначальных видов психотерапии, то у нас есть уже чувство уверенности, основанной на знании, опыте и практике в этой области. Это совсем другое, согласитесь. Вот примерно, ну если так бегло описать, несколько, вот я описал три различия. Внешне, причем для человека, который смотрит сеанс, который проводим мы с Германом, пневмосинтеза, это выглядит, ну это же холотропное дыхание. В чем разница? Но в плане понимания, видения пространства, которые несем мы, пространства, которые и возможности дальнейшего роста, это большая разница. К сожалению, ну, современная ситуация с копирайтом на галотропное дыхание, его хранителем, супругами Спаркс, такова, что в рамках чисто галотропного проекта такие развития невозможны. Это большое сожалению, потому что это великий метод. Но, к счастью, это стало одним из толчков, первоначально трагическим, но затем очень конструктивным к развитию нового понимания и синтеза, который может быть очень полезен людям. Ну, я так понимаю, Герас сказал до этого, что огромный потенциал развития, вот это и есть, что можно глубже, шире развивать ваш подход. Ну, собственно, основное сказано. Но, Герман, ты еще упомянул такую вещь, вот я слушала, что обучить человека. Это имеется в виду, что пройдя какой-то определенный курс, какие-то определенные, получив знания, человек может уже сам использовать какие-то методы. Да, то есть идея в чем? Я немножко повторюсь и немножко потом выйду за рамки того, что я повторю. Значит, на первом этапе человек должен освоить основные современные дыхательные технологии. Также человек должен иметь хотя бы некоторое представление о древних или архаичных техниках работы с дыханием. И на самом деле не только техник работы с дыханием, а вообще работая с техниками доступа к сакральным измерениям бытия. То есть работа с необычными состояниями сознания, будь то в контексте медитации, депривации, практик предельного опыта и так далее. То есть человек в широком смысле должен освоить различные методы работы с необычными или измененными, или расширенными состояниями сознания. Здесь можно использовать различную терминологию. Просто главное помнить, что когда мы используем термин «смененное состояние сознания», по сути психиатрический термин, но в контексте трансперционального подхода, мы рассматриваем весь возможный спектр переживаний, спектр состояний, не включая патологические. И человек, проходя программу по пневмосинтезу, как раз и осваивает все, что дала нам современность, и все, что дали нам древние культуры, древние наработки. Получив определенные знания, получив определенный опыт, человек начинает, исходя из своей потребности, исходя из своего запроса в той или иной ситуации, с самим человеком или с его клиентом, то есть этот человек является специалистом, терапевтом или консультантом, что, зная все, что я выше перечислил, можно формировать свои методики под конкретную задачу. То есть освоив некую базу, освоив основные фундаментальные кирпичики, зная, как все это работает, зная, как это все стыкуется между собой, можно формировать определенные контекстуальные дыхательные техники. И не только дыхательные, допустим, телесно-дыхательные коммуникативные. То есть главное понимать, как это работает, главное понимать, как основные техники друг с другом стыкуются. И, имея подобное представление, можно ставить любого рода задачу и решать эту задачу вновь создаваемыми уникальными методиками. И здесь мы еще раз приходим к тому, что невозможно решать широкий спектр задач какой-то одной техникой, тем более, если эта техника презентуется как какая-то особо важная, особо значимая, самая правильная, самая эффективная. Здесь возможен только интегральный подход. Подход за пределами ограничений. И, с другой стороны, подход, который вне этих ограничений. То есть мы всегда находимся в неком потоке новизны. Мы всегда ищем что-то новое. Осваивая что-то новое, мы получаем новые знания, новые ресурсы, новые возможности. И как раз пространство пневмосинтеза, это как раз есть то самое пространство, где я не вижу ограничений. То есть ровно настолько, насколько у человека есть интерес к расширению своего представления о себе и о мире, где есть интерес к освоению старых и созданию новых технологий, то это пространство, это рабочее профессиональное пространство, оно весьма обширно. Там всегда есть возможность для эксперимента, всегда есть возможность для расширения теоретической базы и для наработки новых практических инструментов. И я осмелюсь предположить, а то даже и утверждать, что не все здесь сводится только к работе с дыханием. Мы просто взяли дыхание как некую базу, потому что дыхание это некая основополагающая категория, потому что если мы рассматриваем с точки зрения философско-психологической, что есть дыхание, дыхание, как известная метафора, это энергообмен с миром. Когда мы вдыхаем вдох, совершаем это принятие энергии от мира, выдох, отдавание, пауза между вдохом и выдохом, это пауза в энергообмене. Мы можем еще и с этой стороны рассматривать акт дыхания. И всегда у нас, так как психика связана с телом, пока мы живы, у нас всегда наше состояние будет отражено на нашем дыхании, наше дыхание может регулировать, как-то изменять наше состояние. И этим можно воспользоваться, этим можно очень здорово играть и стать мастером игры. Так что всегда человек, который занимается пневмосинтезом, может формировать свою собственную методику под те задачи, которые нужно решить. То есть создавать контекстуальные дыхательные или телесно-дыхательные практики. То есть я еще раз повторюсь, может быть, то есть фактически это как профессионалам очень хороший метод, так и возможен непрофессионалам. Кто-то идет решать какие-то свои проблемы, и потом он сможет использовать те же дыхательные какие-то приемы для решения своих проблем. Мы всегда рассматриваем использование трансперсональных и интегральных методик в двух контекстах. Первый контекст чисто профессиональный, причем профессиональный контекст мы можем рассматривать в двух направлениях. Первое направление это психологическое, второе психиатрическое. Психологи по определению работают со здоровыми или условно здоровыми людьми. Естественно, что когда мы говорим про здоровых людей, то психиатр может с долей иронии сказать, что здоровых не бывают, бывают недообследованные. И хороший психиатр всегда найдет диагноз. Но, тем не менее, есть условно здоровые, которые являются клиентами психолога, есть вроде бы как уже не особо здоровые, которые являются клиентами психиатра. То есть идеи пневмосинтеза можно использовать как в психологии, так и в психиатрии. Это один момент. Второй момент. Эти же идеи, эти же инструменты мы всегда можем использовать в качестве индивидуальных техник самоисследования и самотрансформации. Когда человек чисто для себя, для того, чтобы расширить свое представление о самом себе или о том, как он себя понимает, использует подобные методы. То есть, с одной стороны, человек расширяет представление о самом себе, с другой стороны, он решает свои внутренние задачи, по сути, конфликты. Решая свои задачи или решая свои конфликты, он высвобождает ресурсное состояние, тем самым делая свою жизнь вкуснее, здоровее и эффективнее во всех направлениях, во всех смыслах. И человек получает, если так обобщить, тотальное оздоровление. То есть, оздоровление телесное, оздоровление душевное, оздоровление социальное. И критерием правильности выполнения подобных практик является то, как улучшается качество жизни практикующего. При этом у практикующего улучшается качество жизни, и от этого улучшения не страдают окружающие. То есть, мало того, что у практикующего все хорошо, все хорошо становится и у его окружения. Таким образом, практикующие становятся своего рода системообразующей единицей, которые транслируют в мир собственные конструктивные, позитивные изменения. И эта трансляция в мир вот этого конструктива заражает других, и, соответственно, другим тоже хорошо. И вот это вот как раз критерий успеха. Поэтому мы приглашаем вас войти в новую формирующуюся семью, которых мы могли бы назвать, следуя древней традиции, неопневматиками. Потому что пневматики – это древняя практика ранних христиан, гностиков, которые активно использовали дыхание и его возможности для постижения Бога и для высших духовных целей. Есть, кстати, замечательная книжка «Основы пневматологии» Шмакова, где тоже вот как раз философия пневматологии «Великие Арканы Тара» и его другая книга. Вот и у него «Основы пневматологии» София тоже выпускала. Вот вместе с нами осваивать основы, продвинутые и высшие уровни пневмосинтеза для того, чтобы просто следовать серединным путем дыхания в жизни, дышать свободно. Дышать на всю катушку и жить на всю катушку. Ну вот сразу вопрос, а как войти, а где вас найти? Вы можете как приехать к нам в те места, где мы уже проводим программу. Это Краснодар, Москва, Казань. А точно так же мы можем договориться и начать программу. В Латвии. Например, в Латвии, кстати, наша программа, формат программы достаточно такой удобный. Это трехдневные семинары полностью, пятница, суббота, воскресенье. И практика семинара проводится либо Германом, либо мной отдельные модули. Некоторые модули Германа, некоторые модули мои. И по каждому, по прохождению первой ступени выдается сертификат Фрайбургской школы по работе с сознанием. Прохождение первой ступени, второй ступени, третьей. С нами еще работают наши коллеги, такие как Геннадий Бревде, который дает тоже введение очень важной практики. И в совокупности вся наша программа, то есть программа Геннадия Бревде, работа с сознанием, программа пневмосинтеза и программа по практикам изначальной психотерапии, это программа европейского сертификата по психотерапии. Поэтому закончившие все уровни и все семинары получают не только фрайбургские дипломы по различным промежуточным ступеням и изучают там все джентльменский набор методов работы с дыханием. И ключ к этому набору, который называется серединным путем дыхания, пневмосинтез для того, чтобы работать с дыханием без ограничений в любой жизненной ситуации, использовать по максимуму все возможности дыхания. И выйдя за пределы, как Герман очень точно сказал, чисто дыхательных рамок, встать на путь пневматологии. То есть, когда дыхание, как в цигун, становится уже главной движущейся творческой силой жизни и вселенной. Отдухотворять, да? Отдухотворенная жизнь. Отдухотворенная жизнь. Это зависит от возможностей людей и от возможностей. И в целиком программа это примерно 1000 часов. И в формате трехдневного семинара мы даем 30 академических часов, если полностью. Соответственно, это 30 таких семинаров. И даже если эти семинары будут проходить 10 раз в год, то это примерно получится 3 года. Полная программа. Но, скажем, блок пневмосинтеза можно пройти за год. Блок изначальной психотерапии чуть больше, чем за полгода. Избранные практику, практически блок Германа. У него есть свой особый блок, потому что он мастер практик дыхания. Тоже можно пройти где-то за полгода. В итоге там человек может пройти по требованиям Европейской трансперсональной ассоциации. Это должно быть около трех лет. И мы примерно в самом компактном варианте можем вписаться в этот формат. Это требования профессиональные, уже их мы не можем менять. А есть предусмотрена ли какая-то теоретическая... Она неразрывная часть всех семинаров, теория, безусловно. Потому что теория без практики не существует. Теория без практики мертва. И без теории не будет расчищено пространство для открытой, новой практики. Теория – это воззрение, видение в изначальном смысле. Ну, я думаю, нашим жителям нашей страны будет интересно достаточно этот новый подход однозначно. Так что, надеюсь, что получится у нас простроить эту ситуацию. Замечательно. Мы тоже с надеждой всегда смотрим в будущее и будем сотрудничать. Да, хорошо. Что-нибудь хотели бы сказать специально нашим читателям, может быть? Развивайтесь, дорогие читатели. Пользуйтесь всеми возможностями, которые предлагает жизнь. И все, что дает нам возможность попасть в некий поток новизны, в тот поток, где мы узнаем что-то о себе и о мире, то всегда может быть использовано на благо нам и нашим близким. Поэтому, если мир дает шанс развиваться, пользуйтесь. Используйте это на благо себе и окружающим. Ну, если ближе к дыханию, то мы знаем, что за вдохом неизбежно следует выдох. А за выдохом вдох и так до тех пор, пока мы живы. Поэтому, если есть вход, то есть и выход. Не существует клеток, не существует замкнутых пространств. И сам процесс дыхания помогает нам находить всегда результаты. Поэтому следуйте своему дыханию, и все будет хорошо. Спасибо. Спасибо.